во имя отца и сына и святаго духа евангелие от мотфея 1 глава 8 стих рождество иисуса христа было так по обручении матери его марии с иосифом прежде нежели сочетались они оказалось что она имеет в очреве от духа святого слова рождество встречается во всей библии только один раз что удивительно когда начинаешь это исследовать даже не верится простые слова 3000 один раз почему потому что рождение а церковь всегда обращала внимание не на рождение а на кончину ибо блаженное что прямо говорится об этом больше смерти ничего не это однако вот 1173 жителей которые церковь отмечает но еще и новых там 140 примерно только кончина рождение известно почти ни у кого ну и она креститель тоже так приблизительно где а почему день смерти лучше дня рождения иначе этого не было написано итак мы сегодня можем рассмотреть вот эту таинственность которая осталась тайны до сегодняшнего дня потому что соответствует и потому что они родились в определенной стране все они по сегодняшний день самое изощренное ругательство по отношению божьей матери что она не просто зачала а перечисляет кто и от иностранца и от оккупанта который был там дезертиром то есть все время с каждым столетия наворачивает и наворачивает а мы знаем что духа святого поэтому рождение открыто было многим во всем царстве шум пошел куда делись дети ирод порубил их почему 14 тысяч показывается но не знаем трудно в это поверить ну так принято считать а вот день зачатия на 7 на 9 места проще 7 января три места возьми даже 7 апреля это когда явился архангел гавриил возвесил есть что она будет матерью господа здесь такие тайны сокрытых пока которых нельзя касаться но то что церковь признала мы должны за это крепко держаться она присно дева мария присно то есть всегда замуж вышла ты уже не дева ты всесловно отряд женщин идешь поэтому устройство женское такое что брачная ночь оставляла свидетельство что она была девственницей и когда бывает мужа она не возненавидит муж то муж начинал на нее придумки разные я взял ее а девца не обнаружено и тогда родители принесут от брачной ночи специально что там было белая простыня что на которой расписались после брачной ночи узнаешь и вот оказано и на него накладывается определенная вену то есть платить должен за оскорбление и кроме того он не может ни под каким видом теперь развести с ней я смотрю ветхий завет был прообразом но насколько же умным все сделано было у нас сейчас вот если взять стороне хотя бы тот закон взяли не тот меморандум 10 человек убил посадили проходит нормально живет 15 лет вышел на свободу и до дома не нашел опять на насилие попался малолетки считаешь когда ужас приходишь почему правители мира не смотрят ну вот закон лежит вот ветки ну до нового не доросли мы не можем понять как можно любить врагу и вот здесь говорится о том как он был рожден мне хочется особенно сегодня подчеркнуть приснодевство ее ей было неполных 15 лет иосифу 72 приблизительно ну понятно что он охранник только ее было охранял ее а было ли у него там или ревность или что-то это пустые разговоры их не надо никогда вести мы знаем что она была девой вот смотрят какие-то врата у иерусалима и в них войдет господин а другу другой никто не войдет и относили к ее к рождению не так это это все мы вымысли человеческие мы можем посмотреть только на незапятнанную то что было брачное а я и не было вот к чему все теперь от несколько мест почитаем из библии как господь приготовил сознание людей к тому что она была защата так как это родила его сказать без защателя как защитие было но только совершенно необычное а необычным случалось несколько раз уже до этого бытие 18 11 мы сейчас посмотрим как по ступеням в облегченном режиме господь приготовил сознание людей все знают проходит сколько там ну 9 10 месяцев и не получается и сегодня также а есть какие-то способы искусственное оплодотворение все это мимо проходит церковь запретила это патриархия вынесло решение что этого делать нельзя слушаем 18 11 авраам же и сара были старые и старые или так преклонных и обыкновенно у женщин у сары прекратилась видите какое почем обыкновенно ну там месячные как называют где-то прекратилась вот сухой рог как златоуз говорит и в этом ворву вырастает такая виноградная лоза на которой все сегодня взирают с великой милостью католики очень сильно посчитают ее мы знаем это те которые от первых дней церкви это григорианна армянская апостоличная копты и сирийские все посчитают его как дева мария монахи и здесь свою она не могла быть обыкновенно как но написано достойно считаем считаю достойно если воистину божить и богородица пристанье но если божена пренепорощая матерь бога нашего чистейших уровень славнейшего истины сарапим без истления бога слова то есть без страдания без нарушения девства и монахи придумали пишут родила его и сбоку ребра разошлись но нельзя то бог все сделал прекрасных почему говорит апостол по мы более украшаем те органы которые не считаются почтенными глаза не требует в этом только если все слабее а те органы особенно человек старается закрыть чтобы еще не было и павел обращает на это внимание вот теперь мы смотрим они были неплодны не они у него от служанки то было она и когда в старости я некоторые места хотя ну кто запишет себе бытие 31 35 если камер посмотрим что было это не единожды 31 35 киеву бытия считаем она же сказала отцу своему да не прогневается господин мой что я не могу встать перед тобою ибо у меня обыкновенно женская вы знаете кто был и лаван искал во всем шатре но не нашел идолов даже на это ссылаются этот покровом послужил к ней нельзя прикасаться они сейчас они находятся у божьей матери не было ни одного дня такого мы даже твердо прислать то допустим но есть сектанты я бактистов смотрю они готовы православные меня спрашивали а почему не там нет священца было бы священцы я бы здесь не стоял но остальное все православное принять они прямо и идут по слову божию но тут они крепко ошибаются что у нее были остальные дети которые этого не было иначе зачем бы пророк говорил что все дева вот чревик примет и ради цена дева прямо говорится 7 14 пророк исая и мы должны на этом оставь это мы православная доказательств никаких не надо она дева и пресно значит всегда она была и есть и будет еще есть такое место лука 4 16 я специально ты мне места выбрал показать что люди тоже сомневались тогда так 4 16 евангелие от луки и пришел в назарет где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботни в синагогу и стал читать а что означает слово обыкновенное обыкновенное я посмотрел это всегдашнее еще одно доказательство обыкновенное то есть так же так было так принято они по-другому не поступали вот здесь обыкновенное и женское постоянно я вникла эти слова стал по словарям искать и увидел что мы многократно встречаемся с этим словом подтверждающим ее девственность а уж когда он родился это начало когда сатана не знал что делать потому что многое на небе он знал а здесь он не знал ты или бог ты скажи вот мы считаем говорят сейчас бы книги допустим от пришли мы это сидим в тюрьме или в лагере ну и тайна посылали а как посылать там все разрезаются люди дома разрезали вот такими допустим сантиметра три сала но между ними которые остаются счастье просверлили и туда определенные листки заталкивали опять замазывали а когда пришло туда они начали какие кому брать сказали какая главная книга библии их 77 евангелие от иоанна там главу есть а какая глава главная 3 3 3 3 конечно а стих 16 называется библия в миниатюре ибо так возлюбил бог мир что она сына своего единородного дабы всякий верующий у него не погибну имел жизнь вечную тот кто составлял от два человека которые занимались разложить его по главным стихам знали ли они что 3 16 снова явится в той же пору первой темопею вот посмотрите интересно какое объединение какие нити отсюда идут туда и 3 16 тут не мистика просто это дух святой так взял и беспрекословно великое благочестие тайна бог явился во плоти оправдал себя в духе показал себя ангелом проповедом народах принят веру и в мире вознесся во славе и даже показал себя я обращаю только на это он был невидим они прославляя его свят 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 господь саваоф все так ангелы знали и поэтому лукавый дух он поднял когда войну и откровение 12 глава там он ничего не узнал он все время ты ли бог ты ли тот который уже то есть ты ли этого люди спрашивали и он тоже неоднократно обращался так не знал до самого последу почему возмездие за грех смерть он это знал смерть наступает возмездие а греха нет вот тут он метался и сойди с креста зато вот горит не люди это кричали это дьявол через человеческие уста и мы должны немало не стремимся что это так тайну которую нам господь открывает сегодня мы увидим какое его было зачатие без мужа на сегодня скажи ну как первым домом уж надо вот мы считаем про деву марию как было лука 1 34 36 да она воспитывалась в особых условиях первая глава 34 по 36 3 стиха мария же сказал ангелу как будет это когда ему же не знаю ангел сказал и в ответ дух святый найдет на тебя и сила всевышнего синить тебе посему и рождаемое святое наречется сыном божиим вот или совета родственница твоя называем они плодную и она зачала сына в старости своей и ей уже шестой месяц шестой месяц она знает это ее родственница и она зачала она очень удивилась и поприветствовала потом мы выйдем здесь здесь не просто тайна сокрытая и при том большая тайна она воспитывалась в особых условиях не то что у нас находила в школу и там не страшно сказать что в школах сегодня делается люди дома нанимают учителей и учат но она это знала за счастье человека мужа как я могу если мужа не знаю это такое я считал про одного который растительным миром занимался много и детям объяснял вот этот женского пола мужская ну как это облепиху возьми если там мужского нету отдельно деревца то там никогда не будет в деревья они пыльцой и он говорит им вот с этого попадать на это и родители узнали там подняли такой балк наши детей развращают ему пришлось оттуда бежать буквально вот какое воспитание было но она это знала и поэтому когда говорит по слову твоему с маленькой буквы по слову ангела покорность ее просто для примера если мы желаем чтобы жены были хорошие послушные целомудренная вот например пресно дева мария из какого колена но мы знаем откуда господь пришел колено иудина хотя здесь у них уже колено говорит с одного другое нельзя было жениться чтобы земли не трогать но и один клевей ну колено там дальше будет так теперь мы прочитаем еще несколько мест я просто назову бытие 2931 у мануэ что родится самсон когда было сказано а как так вот так детей не было не было вот исаак ждет невесту поехал леозар достал она такая сразу пойдешь пойду не надо уговаривать не надо подарки делать и дальше живут год детей нет два все уже насторожились а три неплодная вот это да как же бог говорил что от тебя то и то будет 5 дней 10 лет 19 нет он и не прогоняет ничего хотя сегодня у вот если 7 лет ни одного мальчика не родила а нужны войны имеет право развестись насколько достоверно не знаю ну я неоднократно это считала вот как и здесь здесь определенно четко показано терпение и с этим делом никогда не играть господи ты дал такой порядок по любви сходятся никто насильно не заставляет и и однако нет и вдруг на двадцатый год рождает и двойняшек сразу вот посмотришь когда на все это глазами священного писания и все становится на место вот сейчас только выходить сюда мне сразу звонок был из греции два крепых мужчины а как вы смотрите на евангелие от варнава и такого нет ну как нет его нет давайте ребята не будем разговаривать какие книги в библию 85 правила апостольская ганг 100 собора два собора еще они перечисляют книги евангелия нет этих нет ну как же нет вот книга еноха это все покрепы в печку и на этом себе с конец не надо искать что попало но как тогда было евангелие 12 игры не 12 а 20 но апостол 12 в них не было василия одного а евангелия в василиска появилась евангелие от евреев 20 примерно профессор марсенковский говорит так легенда есть до нас сохранившийся тогда решили как узнать и храме на престоле помолились и положили все 20 евангелий заперли засургучили при свидетелях поставили стражу утром пришли открыли алтарь все на полу валяются четыре евангелия лежат он готов если бы не так то наше сознание верующих человек вычислили бы это ибо он узнает на четыре стороны света четыре животных которых показано было и церкви так и рисует лев орел и телец там ангел милостью божию мы сегодня имеем в тишине этой посмотреть этот вопрос зачем закрыть устали счастливых которые злословят на божью матерь и на промысел божий мы можем наступить совсем не так давно лет пять один выходит и начинает злословить и она златоуста я ему дал отпор и сказал так он по сегодняшний день не может успокоиться ролик за роликом режет там голову представляет где я ивану златоуста говорю помоги открой ему господи истину вот господь так все делает что мы все нужны друг другу и вот где только разговор зайдет не продолжайте на эту тему скажите святая библия нам говорит пророчество исполнилось если бы хоть одно пророчество не исполнилось а их около 300 считается то мы бы не признали его за христа потому что в мире существует кризис и дефолты поднимается цена падает ну на нефть на все но за замерла только одна цена цена раба год проходит два десять семьсот лет стоить на одном месте почему захария сказал и пал за 30 серебряников но если бы 31 дали не христос а 29 не христос с абсолютной точностью до молекулы и вы научитесь рассуждать именно критериями священного писания о чем сегодня говорим в разных странах люди верят по-разному но что касается библии уступки мы не можем дать никогда один человек мудрый такой но не православный в мире есть одна книга библия и одноречность христос и так он показал себя ангелом почему на небе такая была радость пастухи услышали первую песню слава вышних богу за божий селоческое слово такой план за божий план спасения они его увидели но дальше они ничего не знали это была тайна что возьмут грехи мира на себя и в этом всякий верующий я могу имя свое туда поставить высказать ему любовь во дне рождения я хотел сказать немного об еврейском народе как эти люди умеют быть благодарными нам поучиться надо я лично встречался человеком он баптист проповедник и когда их высылали везде войну то и там они казались павлодаре кажется тагинцев и он здесь говорит но она с ребятишками куда я устроил это хлеб развозить и где-то сон устроила работаю все нормально ну поехал вторую место где-то его узнали она написала где-то не выскажешь какой они любовь ему оказали и по сегодняшний день то есть мы должны сказать вот эти качества должны быть у нас лично и в нашем народе какие мы счастливые что у нас такие чудные переводчики были равных синодальному переводу я считал на разных языках слышал отзывы ну и сам шестьдесят уже один год шестьдесят два года занимаюсь равных нет я объяснил с александром менем и он еврей природный работает с архивами еврейскими я как он переводил павский вот ему тут про псалтырь принадлежит и другие там евангелие от матфея у нас высшая книга как у крестного православия там эти переводчики идут он даже от меня вот так немного отшатнулся неужели не знаете нет таких переводчиков сегодня их просто нету потому что павский писал учебники для еврейских школ учебник писать для какой-то нации ты должен знать лучше чем сама нация знает знает все новинки которые есть я опять же за то чтобы мы ни грамма не сомневались тому что говорит нам святая библия какому народу бог доверил как это писалось есть такие такая книжечка небольшая геннадия паса этюды мне это слово нравится он прислал эту книгу мне в этих этюдах кратко показано когда переписывали вот мусульмане говорят библии переписывали переписывали они каждый раз что-то убирали я его знаете как переписывали переписывается и каждая строчка количество букв считается рядом знак равенства какая бумага не бумага а это выделано из козьей шкуры молодых там где-то это дорого было если он сделал две ошибки 200 и найдены были весь список уничтожаются даже вообразить нельзя даже библию же счету бы я не дал он писал по одной букве какие чернила он пишет яхве она пишется тоже интересно без гласных и в это время война или убивают кого-то он не должен дописать должен сначала это слово вот на все на все какая одежда написали должна быть когда прочитал это господи и все это для того чтобы сохранить сам дух священного писания ему нет равных главная книга мира который нам говорит была одна женского пола которая неповторимый биографии имеет вот говорят ну а рисует вы знаете вот у нас это висит здесь сикстинская мадонна это считает так не картина номер один во всем мире на все какие там где они хранятся почему божья мать и идет с младенцем и вот они побежали куда в египет и когда дальнейшем история говорит предлагалась ведь эта война то им напоминали не забывайте и египет нас принял потом мы с ним никогда не воюем мы должны запомнить это услышал слово божие чувство благодарности развить кто нам напечатал те годы печатали только за границей но не выбросили 11 книг но все таки они трудились вот это называется гидеонов братья мы распространили их сотни на тысяч вот говорим а только о божьей матери они изменили что ведь не изменили ни одной буквы синодальный перевод воссиял над всем миром я читал разные переводы на разных языках не могу я выразить мысль чтобы этому не верить как нам перевели и так рождение иисуса христа огласилась криками и слезам представьте никто ничего не знает вот она ходит с ребенком и вдруг вырывается воины в доспехах выхватывает только поднимет посмотрит мальчик или девочка на кинжал его бросил картина изображена они все сидят и ревут а то сколько сколько девушек которые замуж не выйдут их и так мало мальчиков вот смотришь когда на все это господи промысл какой-то был что-то этим хотел сказать а он хотел сказать звезой у чакусе здесь отдельная проповедь будет что это означает как и как можно выдвинуть оказывается не звезда была некая ангельская сила она была прямо самым домом а сперку на над нами светит на потеряю к одновременно и так милость божия сегодня к нам особенно в том что мы называемся христиане а христос когда стал называться христианином прежде рождения было известно что он будет а духа святого это есть помазание помазание означает христос милостью божию мы имеем сегодня эту библию от духа святого перевод а духа святой мы имеем святую православную веру эту радостную встречу что всех он наш нашел ему слава во веки веков а и и и